Привет, друзья! С вами Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Новый год совсем близко. Весь декабрь мы готовимся к его приходу. Рисуем праздничные зимние иллюстрации. Нижнего мультяшного бычка мы уже нарисовали на прошлой неделе. Это были два урока. Ссылки на оба ставлю под видео для тех, кто пропустил. А сегодня мы нарисуем верхнего. Это совершенно другой стиль. Можно сказать, что это знак. Это максимальное упрощение, максимальная стилизация. Но прежде чем приступим, хочу пригласить вас принять участие в творческом конкурсе «Дорисуй меня», который пройдет в группе ВКонтакте. Расскажу в двух словах, что это будет за действо. В ближайший четверг, 10 декабря, на канале выйдет урок по рисованию вот такой иллюстрации. В программе, естественно, Adobe Illustrator. Вам необходимо нарисовать девочку, пошагово следуя инструкциям в уроке. Самостоятельно продумать и нарисовать окружение. И главное, раскрасить всю получившуюся красоту. Жюри будет оценивать креатив и цветовую гамму вашей работы. Призы, на мой взгляд, очень и очень заманчивы. За первое место скидка 50% на персональный курс обучения. За второе – доступ к мини-курсу по рисованию новогодних иконок. И третье место – это консультация со мной. Все подробности о курсе в группе ВКонтакте по первой ссылке в описании. Также вы успеваете присоединиться к мини-курсу. Очень всех жду, а мы переходим к нашим бычкам. Итак, давайте приступим. Я уже закинула эскиз в программу, заблокировала слой с эскизом и создала новый слой, на который мы будем рисовать. Мы находимся на втором слое, как я сказала раньше. Это знак, поэтому мы будем рисовать через простые геометрические фигуры. И вообще, когда вы работаете над знаками любой тематики, мы, конечно же, стараемся представить наше изображение с помощью простых фигур, максимального упрощения, ну и с помощью стилизации. Итак, видим в основе круг – это буква L. Рисуем с шифтом и с пробелом ставим сразу по месту. Конечно, когда я буду рисовать уже в программе, естественно, будут какие-то, может быть, несоответствия, потому что все-таки это нарисовано от руки и где-то, может быть, будет немножко шероховатости. Ну, это все, конечно же, не страшно. Так, отменим заливку, потому что она нам мешает, и контур сделаем какой-то по цвету контрастный к эскизу и контрастный к красному выделению. Ну, наверное, какой-то голубой, и толщина будет у него побольше. Так, давайте поставим, ну вот, пунктов 8. Даже еще, наверное, поярче. Давайте зеленый возьмем. Ага, все хорошо, отлично видно. Основу мы дали. Теперь будем двигаться вверх. Нарисуем рога. Рога, если мы представим, то это, наверное, будет у нас полукруг. Полукруг нарисуем из этого же круга. Я с шифтом с альтом двигаюсь выше, то есть, чтобы шифт шло ровно, чтобы не выравнивать, альт, чтобы продублировать. И с шифтом и с альтом в разные стороны увеличим до размеров наших рогов. С шифтом тянем вверх. То есть, нам нужно примерно по центру этих рогов встать. Давайте еще с шифтом и с альтом. И вот так. Ага. Смотрите, совсем идеальный полукруг, конечно, будет слишком, поэтому мы нарисуем дополнительный какой-то объект. Это будет пусть прямоугольник клавиши M. И нарисуем вот так прямоугольник, который закроет нижний объект, нижний круг, закроет. То есть, мы обращаем внимание, где он внизу заканчивается. Давайте для наглядности нижний объект одного цвета, верхний объект другого цвета. Возьмем два объекта вместе с шифтом нижний круг, шифтом верхний темный прямоугольник. Пойдем в палитра создания контуров, обработка контуров. Если каких-то палитр нет у вас, ребят, то меню окно здесь вот списком все они находятся. И наша задача вот эту команду. Задний минус передний. Давайте еще раз. Задний минус передний. Но нам нужно сделать контур не замкнутый, а разомкнутый. Поэтому нужно вот на этой прямой линии сделать дополнительную опорную точку. Инструмент перо плюс, плюс на клавиатуре. Поставим в любом месте точку. И инструментом белая стрелка эту точку. Нажмем дел, удалить. Сейчас будет нам не нужна уже заливка, поэтому мы ее отменим. Вот получили такую дугу. Она ровно и идеально стоит по нижнему кругу. И профиль этой линии будет неравномерный. То есть видите, по всей длине происходит одинаковая толщина. А нам нужно профиль взять вот такой. То есть в самом центре, самое широкое место в краю уходит в точку. И подобрать по размеру нужную толщину. Не забывайте о том, что дополнительно будет еще плюсом толщина контура. Поэтому чуть-чуть, ну немножечко так, с запасом. Если выше, ниже, обязательно shift. Давайте на этом этапе, друзья мои, сразу вот эта обводка. То есть обводка, которой мы можем в свою очередь снова вернуть. Ей, например, профиль равномерный, толщину. Но нам нужно сделать следующее. Взяли объект. Пойдем в меню объект. Разобрать оформление. То есть это стало уже объектом. Если мы посмотрим в режиме Ctrl-Y, то было Ctrl-Z вот так. Ctrl-Shift-Z верну. Стало вот так, стало объектом. Снова Ctrl-Y выйдем из этого режима. И свойство, толщину нам нужно взять вот отсюда. Возьмем отсюда. И сразу обратите внимание на концы. Концы некрасиво оформляются. Поэтому выберем все вместе. И в свойствах абриса мы сделаем скругленные концы открытых линий. И углы тоже сглаженные, мягкие. Да, видите, как здесь стало мягонько, красиво. То есть, конечно же, контур мы должны делать единым. Единым образом нельзя так сделать, что здесь, допустим, 10 пунктов, здесь 8, здесь 7. Одинаково. К тому же это знак. Тут вообще это нужно особенно внимательно все не забывать отслеживать. Итак, уши. Клавиша L. Или взять вот этот круг. Вы уже умеете дублировать. Нарисуем с Shift. И с Shift и с L продублируем вниз. Смотрим на пересечение. Взяли вместе. Палитра обработка контуров. И нам нужно пересечение. Так. Поставим по месту. И, видите, по рисунку у меня ушки немножко приплюснутые. С Shift обязательно за любой маркер, я только что это сделала, мы его пропорционально изменяем. Вот эту, друзья, часть уха мы сделаем следующим образом. Ctrl-C скопирую в буфер уха. Ctrl-F вставлю на это же самое место. И мы вот так немножко приплюснем. Но здесь, видите, смещается, поэтому давайте сделаем так. Еще немножко приплюснем. Прикинем по месту. Делаю с Shift, чтобы не менять пропорции. Ну, наверное, хорошо. И теперь снова инструментом белая стрелка вот эту точку удалим. То есть сейчас уже не смещаем, здесь у нас стоит привязка. Давайте Ctrl-Y посмотрим. Да, все идеально вот здесь стоит, поэтому никуда ничего не смещаем. Можно даже, в общем-то, взять вместе и Ctrl-J сгруппировать. Потом уже вторую половинку отзеркалим. Так, теперь мы нарисуем с вами вот эту линию. Здесь немножко, видите, стало чуть-чуть изменилось рога. И хотелось бы, чтобы вот эта точка вышла прямо отсюда. Ну, поскольку мы работаем с правой стороной, поэтому, наверное, это можно сделать инструментом дуга. Возьмем инструмент дуга и нарисуем ее с Shift-ом. Пока что с Shift-ом, потому что с Shift-ом позволяет рисовать ровно. Но все-таки мы совсем прямо от геометрии уйдем, не будем делать ее вот такой вогнутой. Поэтому инструмент белая стрелка. И вот, пользуясь манипуляторами, мы вот так нарисуем по эскизу. Можно совсем в привязку Ctrl-Y в режиме Ctrl-Y поставить. Но здесь, видите, толстый контур, поэтому все это скрадывается. Ctrl-Y выходим из этого режима. Сейчас с вами нарисуем глаз. Конечно же, из уха взяли вместе. С Alt-ом продублировали. В этой части нам нужно нарисовать круг. Клавиша L. Можно от центра. Вот видите, от центра с Alt-ом и с Shift-ом нарисовали круг. Взяли вместе два этих объекта. Даже группа объектов и отдельный круг. И Ctrl-J сгруппировали. То есть очень хорошо то, что вы в знаковых каких-то вещах, это я говорю вам на будущее, находите «Использовать одинаковые формы». В принципе, вот эта форма, она повторяет эту форму. Эту мы вообще продублировали. Сейчас нужно повернуть. С Shift-ом поворачивается под 45. Под 45, наверное, слишком сильно, поэтому Ctrl-Z отменю действия. И произвольный угол. Дам произвольный угол и с Shift-ом мы уменьшим. Shift-ом уменьшим до нужного нам размера. То есть, смотрите, мы будем с вами толщину регулировать, конечно, по минимальным деталям. Здесь уже, видите, слилось вот эта часть и эта часть, века и верхняя часть. Поэтому толщина, видимо, будет корректироваться. Хотя, может быть, мы сделаем заливки. Посмотрим. Итак, двигаемся дальше. Нарисуем с Alt-ом, с Shift-ом веду круг. И с Shift-ом и с Alt-ом его уменьшаю до размера морды вот этой вот части. Сейчас покажу, что мы сделаем дальше. С Shift-ом и с Alt-ом, чтобы нам потом не выравнивать. Ну, примерно здесь, чтобы совпало. Потому что это мы все откорректируем. Так, давайте мы с Alt-ом вот так приплюснем, чтобы нарисовать эллипс. Здесь вот тоже, чтобы совпадение было. И, друзья, мы берем вот эту точку и ведем ее вниз с Shift-ом, чтобы получить вот эту вот красоту. Нижнюю часть. Вводим с Shift-ом, потому что все выровнено. И можно снова Ctrl-Y. Ну, и здесь, в принципе, тоже скрадывается за счет толщины контура. Поэтому пока что можно с ума не сходить, но можно и сойти. До привязки давайте вот так, Ctrl-Y. Ребят, еще обязательно просмотр. Привязку к пикселю отключите, потому что она не дает поставить именно ровно, идеально. Давайте вот так, что-то где-то куда-то по другому объекту прилепляется. Вот так. Ctrl-Y выходим из режима. Стало сделать кольцо. Сделаем его также через круг. Давайте возьмем вот этот круг. С Alt-ом с Shift-ом его ведем вниз. С Shift-ом и с Alt-ом уменьшаем себя. И давайте немножко все же приплюснем. И сделаем по аналогии, как мы рисовали с вами рога. Тоже отсечем прямоугольником клавиша M верхнюю часть. Возьмем два объекта вместе с Shift-ом. Задний минус передний. Поставим инструментом Перо Плюс дополнительную опорную точку вот здесь. И инструментом Белая стрелка ее удалим. Дальше, друзья мои, нам нужно отзеркалить влево. С Shift-ом беру группу, глаз, дуга и группа уха. Правая клавиша Трансформировать. Зеркальное отражение. По вертикали копировать. Ведем с Shift-ом. Так, давайте-ка я с Shift-ом веду. Мы сейчас это на всякий случай Ctrl-G сгруппируем. И с Shift-ом у нас ориентир вот эта точка. Вот эта точка ориентир. Поэтому Ctrl-Y с Shift-ом на приближение ставим вот сюда идеально в привязку. Ctrl-Y выходим из режима. Теперь, друзья мои, давайте мы с вами палитра слои разблокируем эскиз и его уже унесем. Он нам уже не нужен, но я унесла его с Shift-ом. Ага, и можем уже корректировать по месту. Все-таки толщину контура мне, конечно, менять не хочется. Потому что толщина хорошая, я бы даже еще побольше дала. Просто мы сделаем залитые, наверное, части. Сейчас единственное, что хочу я вот это вот Shift-ом поднять. У нас немножко морда стала не такая вытянутая, как на эскизе. И сделаем кольцо тоже немножко выше. Давайте зеленый все-таки как-то неуместен цвет. Возьмем какой-то цвет. Даже красный нам нельзя, потому что красный слой не очень удобный будет. Давайте пока возьмем какой-то коричневый. Толщину контура поставим даже больше. В принципе, настолько глаза маленькие. Ну, кстати, тоже интересно смотрится. Интересно смотрится. Друзья, я эту часть урока записывала уже через какое-то время, потому что сама хотела сделать так, чтобы знак получился действительно классным. И мы поэтому продолжаем. Так, все же сохраню вот эту версию. Я думаю, что в принципе она имеет место. Возьмем инструмент «Монтажная область» и с Shift-ом и с Alt-ом продублируем сторону. Смотрите. Вот в этом варианте у нас слита передняя часть морды и рога. Как это можно сделать? Показываю. Давайте в режиме Ctrl-Y, чтобы видеть каркас, да, каркас. Мы будем пользоваться инструментом «Фигура». И задача сделать так, чтобы вот эти линии, вот эти точки, красиво зашли вот сюда, немножко с запасом. Ну, я думаю, здесь либо Ctrl-K, шаг. Давайте поставим, допустим, 2 пикселя пока что, чтобы просто сделать симметрично. То есть можно изначально, если вы, например, сначала видео просматриваете, потом делаете, изначально сделаете так, как сейчас я покажу. Давайте немножко вот так. Видите, я в сторону сдвинула клавишей влево. Ну, вот красиво, чтобы зашло сюда. И с другой стороны то же самое. Ctrl-Минус отдаляюсь. И чтобы оставилась симметрия, мы эту точку, вот эту точку, тоже сдвинем, но уже вправо. Я думаю, за счет толщины линии не страшно, что у нас здесь вот небольшой запас. Я думаю, что это все скрадется. Итак, Ctrl-Y выходим из режима. Для дальнейших действий, чтобы нам можно было сливать вот эту форму, нам нужно получить не просто раздельные линии, а именно замкнутый контур. С Shift-ом возьму две линии, возьму морду и с Shift-ом возьмем, давайте, рога. Инструмент создания форм и щелкнем вот сюда. Оп. Что мы здесь получили? Мы уже получили форму, замкнутую форму. Видите, что есть? Ctrl-Z отменяю действие. Теперь с Shift-ом возьмем рога и морду, получившуюся. Инструмент создания форм снова. И вот так вот зажатые левые клавиши мыши мы объединим. Чтобы понятнее было, давайте я залью сейчас каким-то цветом. Нижнюю тоже зальем, чтобы было понятно. То есть это нижний круг так и остался. Чтобы смягчить вот эти точки, мы выберем парно вот эту точку. И с Shift-ом вот эту точку. И скруглим максимально сильно. Но здесь максимально сильно не получается, потому что вот эта точка ограничивает. Если вы эти точки уберете, а инструмент на перо минус, то вы можете скруглить сильнее. Я сейчас вам показываю просто принцип. Так, что здесь у нас происходит? Давайте проверим. Тут какие-то остались точки. Так, Ctrl-Z отменяю действие. Вот эти точки, они с чего-то остались. Мы просто их удаляем. Ну, здесь смотрите, если мы глянем на готовое изображение, то здесь у кольца нужно поставить точки, такие же, как зрачки. Ну и давайте прокомментирую, как получить вот этот общий контур. Давайте еще дополнительно снова продублируем монтажную область. Лучше вот этот объект. Ctrl-Z скопируем в буфер. Сейчас никуда ничего не смещаем. Давайте ненужные детали, чтобы они нам не мешали. То есть нам нужно получить общий контур. Может, я какой-то придумала способ сложный, но мне так как-то кажется несложно. То есть удаляем детали, которые наложены на другие, которые нам не нужны будут. Выбираем вместе. Пойдем объект разобрать, заливку, обводку. То есть мы превратили все обводки в объекты. Все это выбрано. Мы это все сливаем. То есть я не снимаю выделение, сливаю. Сейчас получился у нас, друзья, мой общий контур. Общий контур. Вот, заливаю его синим. Посмотрим, если в режиме Ctrl-Y вот такая штуковина получилась. Но еще не все. Нам нужно избавиться от этих внутренних контуров. Можно нажать правую клавишу. Расформировать составной контур. И можно в режиме Ctrl-Y. Вот это сейчас стали отдельными контуры. Мы их удаляем. Удалили. Ctrl-Y. Выходим из режима. Вот получили контур, который ровно совпадает по имеющемуся нашему изображению. И теперь пойдем в меню «Объект», «Контур», «Создать параллельный контур». Насколько делаете через просмотр. Ну, давайте поставим. Для наглядности я поставлю 30. Нажимаю «Ок». Отлично. Теперь нам можно внутренний удалить. И Ctrl-F вставить на это же самое место нашу иллюстрацию. Вот, друзья мои, я показала вам принципы создания вот такого изображения. Ваша задача, конечно же, поработать с цветом. Ну, кроме того, что вы сделаете бычка. Не забывайте о том, что ваша работа я всегда с радостью жду в группе ВКонтакте. Пожалуйста, делайте, скидывайте, потому что в своем соку вариться очень-очень непросто. Не забывайте о том, что через день, в четверг, стартует наш конкурс с классными призами. Еще раз напомню, что первая ссылка в описании под видео. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Конечно же, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Спасибо за внимание. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok